С самого начала матча стало понятно. Легкой победы для видновского «Металлурга» не будет. К этой игре команда «Колос» подготовилась отлично. Знакомое поле. После небольшого перерыва из-за травмы в составе снова сильный игрок Сергей Крошко. Многие факторы играли в пользу ипатовцев. Однако первый гол за «Металлургом» его ворота противника загнал Антон Гусев. Вот контратака. Антон Гусев. Выход. Девятка. Антон Гусев. 1-0 в первом периоде. Первый и последний гол. В том же начальном периоде Антон Гусев получил травму руки. Доигрывал через боль. Конечно, это повлияло на дальнейшее развитие ситуации на поле. Плюс ко всему, уже второй матч «Металлург» играет без Анатолия Касьянова, который на тренировке сломал ключицу. Да, конечно, это сыграло большой роль, потому что Касьянов не был в составе. Через него почти все кабинеты, через столик, конечно. Марк его заменил. Да, хороший игрок, но ему еще нужно время. Все четыре периода на поле шла ожесточенная борьба. Мотоциклы «Металлурга» не выдерживали. Ломались. Голы колоса буквально сыпались в наши ворота. Но видновчане не привыкли уповать на удачу. Хотя в этот раз она была на стороне хозяев поля. На протяжении 50 лет «Металлург» всегда играет на победу. И поэтому очень редкие поражения бывают. Но, знаешь, как говорят, без поражений не бывает выигрышей. Естественно, сейчас проведем анализ и сделаем анализ, почему так получилось, что пропустить-то пропустили, но, к сожалению, не забили. Вступать уже некуда, как говорили, позади Москва. Руководство команды полагает, что видновские спортсмены просто устали с дороги и не смогли сосредоточиться на игре. На поле вели себя сумбурно. Пренебрегали установками главного тренера. Итог встречи 3-1 в пользу колоса. Но благо этот результат не повлиял на лидерскую позицию «Металлурга» в чемпионате России. Решался вопрос, кто займет первое место в двухуговом турнире. И так как мы у колоса дома выиграли за счетом 5-2, а здесь проиграли 3-1, то в один мяч мы опередили его по забитым пропущенным мячам. Из двухугового турнира мы выходим на первом месте с тремя очками. То есть вот эти все очки, которые были набраны, они аннулируются и даются льготные. Первое место с тремя очками, второе место с двумя очками и третье место с одним очком. Впереди самые ответственные игры. В Ипатове у «Металлурга» состоится еще два матча. Ближайшая игра пройдет 2 сентября. Видновчане встретятся с командой «Агрокомплекс» из Краснодарского края. Юлия Погасьян, Елена Кошлева, ВиднетВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова